Я танк, а ты интовик. Ну да, грубо говоря. Она течис? Да-да, в принципе, можно и так сказать. Мерзость. Я не смотрел Аркейн. Все, расходимся. Ну, простите, я правда не смотрел. Ну, ты дотерпел. Но, кстати, сложно было терпеть, ждать? Нет, вообще не сложно. У меня нет времени вообще ни на что. Я занятой человек. Поэтому очень хотелось бы посмотреть. Но вот я дождался, пока ты мне расскажешь. Может, даже смотреть не придется? Нет, дайте не буду рассказывать. Тогда я посмотрю. Может, начинай. Я не знаю ничего. Я знаю, что это по вселенной League of Legends. А League of Legends это то же самое, что Dota. Моба называется. Да, только хуже. Кто-то с тобой может поспорить. В PGE, например. В PGE, например, может поспорить. Но я считаю, что в Dota играют только крутые чуваки. А в LOL играют только... Анимешные гибли. Только не... Ну, чуваки, которые менее крутые. Все. Если вы не согласны, можете написать в комментариях. На самом деле, неважно, Лол, не Лол, он абсолютно... Ну, сериал, там 9 серий. Он абсолютно сделан таким образом, что тебе пофиг на Лол. Ты можешь даже не знать ничего про Лол. Я это понимаю, но это грустно. Потому, что когда выходило аниме по Доте, я играл в Доту 9 тысяч часов. Часов. Могу позволить рассуждать как профессионал. Благодаря мне. Благодаря тебе в том числе. И это не считая кастома. Ладно. И мне было приятно узнавать персонажей, за которых я играл. То есть, понятно, что можно... Лоллеры узнают персонажей. Вот я про то и говорю. Но так как я их не знаю, мне не так интересно проникаться вот этой штукой. Вот он сделан таким образом, что он интересный для тех, кто знает Лол, для тех, кто не знает Лол. Те, кто Лоллеры, они там увидят все отсылки, пасхалки из лора, да. Лоллеры. Лоллеры, да. Они же Лоллеры. Даже звучит дерьмо, Викендотера. Кстати, популярность Лола взлетела после Аркейна. Конечно. Просто он сделан как самостоятельное произведение. И тебе абсолютно все равно. Просто есть... Ну, был такой страх, что если я... Если кто-то не играл в Лол, он не поймет... Ну, часто такое бывает. Не поймет, о чем идет речь. Там вот это все... Нюансы все не будет. Он абсолютно самостоятельное произведение. Его рисовали 6 лет. Поэтому сейчас народ слегка... Но вообще у Лола все... У них очень много синематиков, маленьких роликов с каждым сезоном. Как у Дота. И они все очень классные. И как сериал. И их рисовала все время одна и та же студия. И, собственно, так же, что и рисовала Аркейн. И сейчас вот и музычка. Там Imagine Dragons написали заглавную сцену. Крутую. Называется Enemy. Тоже есть клип. Рисованный. А Enemy, как мы знаем с английского, это враг. Враг, да. Ну, так вот. Есть еще поры. Вот. Enemy. Да. В чем завязка сериала Аркейн? Аркейн. Начинается я с того, что мы видим мост. Красное зарево. Как во время войны. Люди. Туман. Красный. Выходит какой-то мужик в доспехах в маске. Чуть-чуть напомнило немецких, знаешь, вот этих вот солдат, которые газ. Ну, газ, огнеметчики. Вот такая же маска, респиратор. Идут два ребенка. Две девочки. Одна с розовыми волосами. Другая с синими волосами. Да. Розовенькие волосы. Розовенькие волосы. Ее зовут Вайлет. Вайлет. Вайлет, да. Ну, ее называют коротко Вай. Вай. Да. А младшую сестру зовут Паудер. Странно, в переводе Паудер с английского. Это порох. И она стреляет, значит, из пистолета. Они мелкие еще. Одной там, ну, грубо говоря, 11 лет, второй 7. Прекрасный возраст. Они идут, придут такие по этому мосту в ужасе от случившегося происходящего, то, что происходит. А в конце моста стоит гранатометчик. Нет, там просто эпизоды вспыхивающие, что из тумана выходит солдат с ржом. Вот. Вот это все. В общем, такая страшная сцена. Навивающая грусть. И поствоенный синдром дронтов какого-то. Ну. Вот. И они видят, что какой-то стоит мужик здоровый, добивает одного из солдат с такими большими перчатками, куда он руки вставляет. И они как кулаки. Как джакс. Ну, да, грубо говоря. Только он снимающийся эти истории. Вот. Они в ужасе. Он к ним подходит. Они на него смотрят. И где наша мама? Он показывает. Ну, вот. И там лежит мама. В крови. Ну, печаль. Грусть. Он на них смотрит. Тоскливым взглядом. Они плачут. Он их берет на руки и уносит. Дальше нам показывают сцену, что дети забираются как паркурщики на здание какое-то в городе. Как Дэвид Белль. Бекхам? Белль. Белль. 13-й район. Я понимаю, что он так... Ладно, я не помню, как его зовут. Окей. Поднимаются детки. Четверо. Сестра. Уже чуть-чуть постарше она стала. Вай. Паудер тоже чуть-чуть подросла. Еще две мелкие есть. Которые дочки этого военного. Ты сказал четверо. Четверо. И два пацана. А-а-а. Один пацан такой пузан здоровенький в очках. Его там зовут как-то Калкалкалкалк. Ну, я не помню. Вообще не важно. Пускай будет здоровяк. Здоровяк. Да. Я думал, ты скажешь Влад. К второй... Нет. Он покрупнее. Черт убери. Поздоровее еще. Даже здесь я не смог победить. Ну, и второй. Его зовут Майло. Он дрищ. Пускай будет дрищ. Собака из маски. Ну, он дрищ. В общем. Они бегут по этим... По зданиям. Там паркурят всякое. Вот. И Вай говорит. Вот, смотрите. Это верхний город. Пилтовер. Называется город. Похоже на название Пилтовер. Они из Нижнего города, который называется Заун. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Нижний Нов. Заун. 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 Как в матрице Зион. О, это опять Библия. Понятно. Ну, а тут он называется Заун. Там нищеброды и всё остальное. Тут богачи и с полночи. Ну, грубо говоря. Нигде такого не было. И они бегут по крышам. И Вай говорит. Сегодня мы нормально добычи наберём. Ну, они воровать пришли. Они там что-то прыгают. Младшая сестра Паудер, она не очень ловкая, мелкая ещё. Вот. И там пацаны постоянно её подначивают. Что опять из-за тебя тормозим. Лохушка. А Вай говорит, нет, у неё всё получится. Она сможет. Там какие-то прыжки. Ну, вот это вот всё. Старшая розовые волосы, младшая синие. Да. Всё. Вот. Старшая Вай, младшая Паудер. Да. Я почему на этом акцентирую внимание, потому что это важно для сюжета. Вот. Они забираются в какой-то дом. Дом изобретателя, а там академия. То есть, вообще сеттинг стимпанк. То есть, вот эти вот простые шестерёнки, то есть, вот эти вот механизмы простые, вот эта вся история. Ну, выглядит классно. Правильно, стилистически выдержано, вот так скажем. Они залезают в дом какого-то изобретателя, на который их навёл коротышка, о котором потом уже расскажу. Они говорят, блин, вот нам достанется от Вандера. А Вандер, Вандер. А Вандер – это мужик, который забирал на мосту, он стал им отцом. Они начинают там ворошить, там собирать всякую фигню. Паудер уходит в другую комнату. Там находит какой-то ящичек, открывает его. А в ящичке… Клут. Клут. Ну, это вообще хабарно, они же за хабаром пришли, если что, как в сталкере. Ну, ладно, неважно. А там такие синенькие кристальчики лежат, все дела. Она их собирает, классно нашла. А остальные там что-то там скидывают, всякое барахло. Тут кто-то к двери идёт. Вай кричит, там, заприте дверь. Её подпирает брич стулом. Они говорят, давайте, давайте, бежим. Паудер бежит, и когда бежит, она один из кристальчиков роняет. И тот катится, и начинают как-то там из него молнии какие-то вываливаться, начинают там. И он, короче, взрывается. Сильно? Сильно. Там выламывают пол балкона, с которого они запрыгивали. Они видят, что произошло. Внизу миротворцы. Вот эти вот солдаты, которые в масках, в респираторах. Просто если они выглядят страшно в масках, в респираторах, без них нормальные чуваки просто в какой-то форме. Они там, вот, это они, короче, начинают убегать. Они убегают. Сваливают там через канализацию, короче, сваливают в свой город. Спускаются вниз. Там вонь. Спускаются. Все дела. Вниз, 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 вниз. Там прям канализация. Ну, там прям такое, видно, что нижние горы. Понимают, что устроили переполох. Об этом все узнали. За ними там еще гнались миротворцы. Там какое-то время. Неважно. Они спускаются вниз. И когда идут домой, их там перехватывают какие-то пацаны. Ну, гопники местные. Эй, что там, нормально наварились там. Дрич говорит, да, круто. А что? Там она в таком духе. Давайте вы с нами поделитесь. А Вай такая, она боевая. Кулачница. Боксирует. Да. Ну, такая. Она воин там. Это все герои есть? Не все. Я потом в конце расскажу, какие есть фуалли. И, скорее всего, тех, которых нет, их введут. Потому, что в доте так и сделали. Я понял, о чем ты говоришь. Не знаю. Я не знаком словом толком. Я просто знаю, какие есть персонажи точно. Давай. Их перехватывают эти пацаны. Давай, делитесь. Хотят отжать там часть хабара. Вот. И Вай такая, ну, давай. И его, короче, мешком на. Там начинают они драться. Вай кидает этот мешок, паудер. Чтоб та держала, не вмешивалась в драку, пока они там разбираются. Там здоровье вообще мощный. Там раскидывал их всех. В общем, они дерутся. Один из них побежал за паудер. Паудер убегает. Добегает. Он за них гонится. Добегает до какой-то реки. Потом она спряталась. Он ее практически нашел. Она запускает. А паудер делает всякие такие, как машинки. Которые взрываются. И из них что-нибудь вылетает. Там дым. Ну, она как инженер, грубо говоря. И она бросает какую-то свою мышелов. Там как-то называют. Она их всех называет. Рисует эти кислотные мелки. Всякие цвета кислотные. Она бросает. Не, они получаются. Он говорит. Да, все. Иди сюда. Сейчас я тебя. И она выбрасывает мешок в воду просто. Тот ло пытается поймать. Не можешь поймать. Она в это время убегает. В это время драка заканчивается. Один из главных угопников такой нож достает. Ну, все уже полегли. Главные герои целы. Уходят довольны. Он такой. Я вам сейчас там наперед посажу. Она поворачивает. Стечу мало что ли. И дает ему пинка под зад. И он убегает. Они возвращаются домой. Находят паудер. Паудер говорит. Блин, я выкинула. Потому, что не было вариантов. Пацаны на нее. Вот, опять. Ты проклятие. Как с тобой не пойдешь куда. Ты все время все портишь. Портачишь. Теряешь. Там она расстроенная. Ну, паудер расстроенная. Вай ее защищает. Она вообще, между прочим, самая мелкая из вас. И вообще молодец. Красавец. Ты уже подустал. Я уже подустал. Короче, приходят они в бар. Вандер держит бар, который называется «Последняя капля». А Вандер – это тот чувак, который отстроил Нижний город, грубо говоря. Но он что-то вроде местного крутого мужика за справедливость. Знаешь, такое? Шериф. Да. Кстати, хороший. Он такой шериф. И он порядок поддерживает. Ну, чтобы не ссорились. То есть, он все это дерьмище, которое там варится, пытается сдержать, чтобы не допустить опять войны. Но это я поясню, почему. Видишь, что возвращаются детки. Он подходит к ним. Спускается к ним. Говорит, что за дела. Бывай ему расскажут, так и так. Ну, вот такое произошло. Потому что мы тут в нищете. Они там, да. Поэтому надо отжимать. Вот все это нужно. Он говорит, нет. Это все не нужно так делать. Вы не должны палиться. Потому что вы провоцируете миротворцев. Начнут спускаться в Нижний город. Начнется вся суматоха, которая выйдет конфликтом. И так далее. Он такой, Влад, может, мы им в жопу все надерем. Ну, вот в таком духе. Потом состоялся разговор как раз, тоже очень важный разговор дрища Майла с Вай, где он наезжает на Паудер, что вот мы пролюбили. Зачем мы ее с собой берем, если она все портит? Пролюбили Хабар, да. Постоянно портит. Вай говорит, да, я знаю, что с ней сложно, иногда не все получается, а Паудер это все слышит, такая... Да, но зато... Ну, а то, что она не слышит, зато она не ноет, не трендит, как ты постоянно. Ну, как всегда, она как бы не слышала Паудера. То, что нужно было, как во всех фильмах. Вот. Дальше происходит следующая история. Вандер говорит, что произошло, рассказывайте. И идет собирает какой-то Хабарчик, идет в лавку, где продают эту всю историю. Там он встречается со своим старым другом, такой Пузан тоже. И говорит, что происходит, что делать, надо бы это исправить, я не могу... Ну, то есть, сейчас будут... Потому, что был большой переполох, там взрыв был реально, то есть, не просто кто-то что-то украл, а был реально взрыв. В это время приходит шериф верхнего города, такая тетка, Гаррисон или Гэррисон, как-то ее зовут, со своим помощником. И заходит тоже в эту лавку, и с Вандером здоровается, и говорит... Что сделаем? Да, что делать будем? А она принимает позицию, не хочет она драки, она знаешь, чем это может закончиться. И поэтому она с Вандером, они пытаются все эти моменты урегулировать. Она говорит, надо выдать воров обязательно, потому что совет, потому что во голове верхнего города стоит совет. Ну, так всегда, если кто-то напортачил, значит, нужно их отдать. Но это же дочери главного шерифа, поэтому он их не отдает. И он говорит, я не могу. Вот. Она говорит, подумай, хорошо, потому что, ну, может, закончится все плохо. В России бы как сделали? Нашли бы двух девочек просто каких-нибудь рандомных, и отдали бы, и сказали, это они, вот берите, а дочки бы сидели. Вот. А то он говорит, нет, я пока, я подумаю. В общем, она ему дает какую-то штуку, говорит, если что, свяжись со мной. Ну, только со мной. А рядом помощник был, он такой, его зовут Маркус, а он такой, ну, короче, такой весь, вы, отбросы, вы, ну, такой, да, мерзкий. Вы, короче, вот это все, она такая, ей рот закрой, давай. Ну, она просто умная тетка, мудрая уже, она понимает, чем это может все. А он на понтах, если вы все тут. Вот. Вонда разговаривает с Вайк, говорит, что... И там что-то начинает народ, потому что начинают трясти, миротворцы спускаются в Нижегород, начинают трясти, обыски делать, искать этих детей, он их спрятал там, вот, и начинают ему предъявлять местные какие-то мелкие, говори, давай, там, Вондар, ты же что, повесил свои перчатки на крюк, да, все, славь, там, и так далее, вот, а он, ну, говорит, видите, нахрен, ребята, вы вообще соображаете, я тут решаю, что там тоже тыры, ну, в общем, все остались недовольны, начались обыски, и Вай тоже такая говорит, Вондар, давай, короче, я тоже вписываюсь, вообще легко пойду, там, вообще, надо, 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 уже пора, он ее приводит на мост, на мосту, ну, ведь не алтарь, а там свечки стоят, фотографии вот погибших там. Где мать их умерла, боже мой. Да, 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 ну, там и много народу было, и он говорит, вот смотри, чем это, вот, она говорит, зачем ты меня сюда привел, он говорит, ты кого пустишь в расход, когда пойдешь? Паудр, Майла, вот этого чувака. Что ты хочешь, как на Украине? Да, ну, кого ты, потому что это в любом случае, когда я повел людей в прошлый раз через мост, я вот, ваша мать умерла, там, если что. Она такая, да, ну, догнала, но он ее встряхнул немножко, догнала. Вот, дальше, у нас еще одна есть одна линия, во время взрыва, когда вот там с другой стороны идет по коридору в том доме чувак с каким-то ящиком, разговаривает с телухой, там, она говорит, где ты это взял? Я говорю, в нижнем городе, откуда ты это берешь, это же запрещенные всякие предметы. Он говорит, да, мне нужно для исследования, он подходит к двери, дверь закрыта, и там происходит взрыв, его там отбрасывают в стену, вот. А это парень, который изобретатель. Ученый, про которого ты говоришь. Ну, да, изобретатель, который учится и трудится в Академии наук в Пилтовере, а Пилтовер – это город прогресса, там, изобретение, всякие дела и так далее. Вот, он начинается разбирательство, почему взорвалось. Он говорит, у меня были исследования, они были незаконны, на основе незаконных каких-то инструментов и так далее. Его, короче, прижали. Вот этот шериф Гэррисон пришла и говорит, дядь, это ты арестован, потому что это незаконная история. А он парень, находится в попечении у богатой семьи, а там семьи, правит семьи, находится на попечении какой-то богатой семьи, которая покровительствует ему его учебе. А у него, вот, он рассказывает, что это кристалл, это аркейн. То есть, аркейн – это магия у них называется в мире. Но она запрещена, потому что в свое время много было уничтожено в мире из-за магии, потому что ее очень сложно контролировать. И магии, которые в свое время, я так понял, что они рулили миром, их изгнали и начали развивать технологию этот стимпанк, эстетика вся стимпанковская, чтобы как-то прогресс, все дела и тому подобное. Но магия была запрещена. А в этих шариках вот эта магия, она нестабильная просто. Когда падает что-то, она начинает взрываться. И она всегда разная там? Нет, это синенькие, они все синенькие. Нет, я имею в виду, магия имеется в виду, это как манна или это как вот здесь, допустим, фаербол? Да, энергия, энергия, нет, это просто как батарейка. И там коротко рассказывается оригин вот этого, его зовут Джейс, этого парня, показывает, как он вспоминает, что когда-то он с матерью через какой-то там снег шли, она обморозилась, его несла, упала, совсем было там плохо, в общем, он там начал, помогите, и появляется маг. Да, появляется маг, он есть, кстати, в Лоле, насколько по-моему его резин зовут, рунный маг. И он их, короче, он там, у него эти камешки, только маленькие, вырезанные, и он начинает что-то там кастовать, там тыр-тыры, тролливаль, и телепортирует их в теплое место. И у парня на браслете, он ему дарит этот камень, а он упустевший, ну, сдохла батарейка, он дарит ему камень и носит его на браслете на каком-то, и он зажегся этой историей и хотел внести в прогресс вот эту вот магию, да. Вот это интереснее, кстати. И там ему объясняет такой мелкий там, я не знаю, какой-то график какой-то, такой маленький, с усами, с длинными ушами, как йода. Ну, типа йода, только мохнатый какой-то такой. Йо, это профессор какой-то там, Хаммердингер, по-моему, его зовут. А он мелкий там, он много лет живет, ну, вот как йодок, в общем. И он ректор академии вот этих вот, академии... Наук. Наук, да. И член совета. И он ему объясняет, что с магией плохо. Я знаю, я видел, что может делать магия. Ты будешь арестован, вот, если ты повинишься перед советом, тебя отпустят, но ты больше не попадешь в академию. Потому что это запрещенная все это, вот эта вот вся история. Он, короче, он предстает пред советом. А семья, которая его попекает, опекает, там, над ним покрыться, взяла, там, их дочь Кейтлин. Кейтлин, вот она шла с ним по коридору, тоже персонаж один из главных в последующем. В общем, перед советом он винится. Его там стебет один говорит, ты занимался какой-то, видимо, ерундой. И он такой, нет, я занимался, блин, очень важным делом. Это магия, я хочу использовать магию ради науки. И все такие, о, ужас, магия там, это очень плохо, она может все разрушить. Он говорит, я делал важное, очень, да, но немножко опасное, но очень важное. Все, вы будете, ну, ему, говорит, ты будешь изгнан, все дела там. И, в общем, он дома, мама приходит, его родная мама, там у нее еще пальцы, которые она отморозила, они железные сделали. Ну, там, многие там меняют. То есть, вот стимпанк, то есть, там, алгументация, вот это вся, то есть, там, какие-то там протезы. Как киберпанк почти. Ну, только, да, альтернативно. А со стимом? Вот. Мама, что-то там, зато ты жив. Он говорит, да у меня потерян смысл жизни, я не знаю, что делать. А там еще, когда изымали у него все запрещенные, был еще один чувак, он такой с костылем, его зовут Виктор, он ассистент Хаммердингера, вот этого профессора. Вот. И он тоже на него что-то понаезжал, вот. А когда они эти убирали улики все перед уничтожением, он заинтересовался, начал читать. Его зовут Виктор, он вроде тоже есть в Лоле, по-моему. Его зовут Виктор, и парень, короче, такой, все, написал письмо, решил, короче, самоубиться. Встает там на этом балконе, с краешку на краешек смотрит, там, письмо какое-то написал, этот браслет свой положил. Ну, жизнь закончена, все, потому что мама там из какой-то очень нищей семьи, какой-то бизнес, там, непонятно, шкуры там какие-то, ну, или что-то такое. Проституция? Ну, нет. А, прости. Это крутой бизнес, наверное. Ну, я не знаю. Ну, да, я тоже, я предполагаю только, ну, в фильмах там уже навязываешься, крутые чуваки только. Да, да, да. Вот, и он такой, там, знаешь, там, камешки сыплются с краешкой, и появляется Виктор. Но он не намекает, что, типа, зачем ты убиваешься, он просто разговаривает с ним. Слушай, у тебя интересные исследования. Появляется, в смысле, телепортируется? Ну, нет, он просто заходит, тоже. На балконе? Заходит, да. Просто этот его не заметил. Джейс, его зовут Джейс, вот этого из... Инженера. Инженера, да. Ну, вот этого, да. Тоже есть в игре. Потрясающе. Джейс с молотом. И он начинает, там, отвлек, вот такой, а что, я ничего? Там, все, а что? И он рассказывает ему, интересно, там, а что бы ты, как ты думаешь, чем это может в перспективе, там, говорит, это множеством возможностей и так далее. В общем, не договариваются, крадут из... Вещдоков. Да, из вещдоков вот эти все свои штуки, чтобы проверить, там, и доказать, что это все очень круто. Виктор его поддержал и заинтересовался тоже. А Виктор по оригиналу из Нижнего города, но в свое время из-за своего ума его Хаммердингер заметил и, в общем, взял его в Академию. Там еще есть политическая история, там в этом, политическая линия, там в этом, в Совете, какой-то дед, странные извращенец, пижон-мажор, тетка серьезная какая-то с шестеренками на башке, из какой-то другой расы механический чувак, вот женщина, которая покровительствует как раз Джейсу, семья, и Хаммердингер, и тёлка, крутая, темнокожая, красотка местная. Она такая, политиканша, не знаю, по-моему, нет, политиканша-манипуляторша такая, и она в свое время своей помощи говорит, нам нужно что-то прорывное. Это я просто подвожу к тому, что когда они крадут эту всю историю, она их палит, и они её убеждают, она такая, ну и она хочет что-то поднести в новое, в прогресс, вот. И они убеждают, что это революционная история, она там, она говорит, давайте, я даю вам ровно сутки, вы там, если что-то мне докажете, я вас не сдам. Дальше мы перемещаемся, ну я, хронология не особо, это не важно. Дальше мы перемещаемся в Нижний город, где, вай, а, в это время еще в верхнем городе Гаррисон, этот шериф, ругает Маркуса, потому что Маркус заведался в этот бар, последняя капля, который вандер, и там что-то начал наезжать, добыть там обыскивать и так далее. Маркус – это помощник шерифа, который ФСОЖ. Да, да. Она на него наезжает и говорит, ты не понимаешь, что ты запустил процесс, который теперь не остановить, что там все, ну, то есть он наехал прям на святая святых Нижнего города, грубо говоря, и плюнул им в лицо. И так были все на взводе из-за обысков. Ты понимаешь, что ты уже запустил процесс, который возможно уже никогда не остановить. И ей тут вылетает в пневматрубе эта штука, которую она давала вандеру. И она такая, возможно, еще есть шанс. А до этого вандер, наехав на вай и на детей, вай выясняет, там еще есть один персонаж, который в лавке у этого дядьки, это маленький пацан такой, негритенок, крашеный. Кто? Негритенок. Ну, это даже мило. Канонично, я понимаю. Я осуждаюсь. Мальчик, его зовут Эка, и он коротышка, его называют коротышка. А он навел как раз вай и паудер на Джейса, на его лабораторию, потому что Джейс приходил в эту лавку покупать всякую запрещенную фигню. Запутано, конечно. Не запутано, просто связи, чтобы все восстановились от куда-то, куда-чего. И в это время Эка видел, когда пришла Гаррисон с вандером разговаривать, и он подслушал, что якобы вандер в сговоре с Гаррисон, с верхним городом, ну, то есть, он увидел в этом негативную только сторону, что якобы шпион, и всем это растрындел. А вай изначально не поняла, и когда вандер ее привел на мост, он дал понять, почему это, что мы пытаемся сдержать конфликт, который может очень много жизней унести. И в итоге Гаррисон прилетает эта фигня, она такая, все можно нормально, все возможно уладим. Он спускается в нижний город, а до этого происходит следующее событие. Вводится главный антагонист. Вот эти пацаны, которые напали на детей вначале. Гопники. Да, гопники. Главный, всех отмудохали, кроме главного. Главный уполз, грубо говоря. Который ножом. Да, да, да. Он возвращается к боссу своему. Его зовут Силко. Коцанный, с каким-то искусственно непонятным глазом. Такой, ну, очень типичный, умный, расчетливый злодей. Знаешь, такой вот. Вот. И он возвращается к нему и говорит, это они, дети вандера, развели эту суматоху. Из-за них вот это все тыры-пыры. Мы пытались на них, но нам. Вот. Поэтому я вот пришел, такой побитый пес. Он говорит, ты лошара, я тебя просил за ними только следить. Хорошо, раз детки вандера, можно его, ну, натворили делов, а он их не выдаст, можно его подставить. И он связывается с Маркусом, вот с этим, с говнюком, помощником, и говорит, я тебе сдам вандера. А ты мне? Да. Да, но вот я тебя сдам, потому что я... Хочу войну. А он такой в подполе, знаешь, там сидит в подполе, его никто не видит, никто не знает, но он такая рука управляет где-то там какими-то бандами. Какая у него выгода есть? Что он хочет? Он хочет скинуть вандера. А, извините, его место. Вандер негласный лидер, да. Все. А он, а Силка, он такой промышленник больший, воротила, бизнесмен. И у него в его внизу где-то там в каком-то подземелье сидит еще доктор какой-то там, который мутит какую-то хрень химическую. Вот. И Силка ставит на него большую ставку, это какая-то химическая хрень, которую вводят, и чувак становится, грубо говоря, Халком. Ну, то есть, он до некоторого времени там и начинает там... Отличная актерская игра. Халк есть, ну, вот это вот все. Ну, на некоторое время. Потом бац, спадает, и эта штука называется мерцание. Доктор. Блин, я... Доктор такой он, алхимик, знаешь. Я просто заморочился и вспоминал, как звали доктора из черепашек-ниндзя. Я тоже не вспомнил. А какого-нибудь доктора? А мы уже докторотом играли. Да, мы уже говорили. И ты говорил, что Ксавьер доктор. Вискал. Бакстер Стокман его звали. Все. Ну, окей. Просто. Вот. И там доктор, то есть, это вот силка, под его руководством что-то там делается, какая-то история. И он говорит, что у Вандера, ну, можно там туды-сюды. И он проверяет... А, ну, он... А, ну да. И он проверяет эту фигню. Он говорит, ну, поскольку Вандера нужно как-то мочить, ты, пацан, который пацан, у которого дали, или гопник, на, пей. Я с тебя сделаю халка и пойдем месить людей. В это время Гэррисон с Маркусом приходят в лавку, где они разговаривали с Вандером. Гэррисон шериф, Маркус пёс. Пёс. Приходят в лавку, ну, точнее, они идут в лавку. А в это время в лавке сидит Вай. Вай. Она поняла, что если она себя сдаст, то она... Спасет от войны. И от войны, и свою сестру, потому что она тоже участвовала. Поскольку, ну, решила быть козлом отпущения. Вандер это понял, когда Паудер пришла одна там и принесла игрушку. Ну, там отдельная история с игрушкой. Посмотришь, поймёшь. Посмотрите, поймёте. Чё вы слушаете? Ну. Ну, это не столь важно. Вандер разбирается. Вай ждёт его. Ждёт, короче, Гэррисон, что я заберу. Врывается в этот Вандер. Говорит, я тебя понял. Ты молодец, своё доброе сердце. Выкидывает её в какой-то чулан. Запирает. Сам садится. Заходит Гэррисон с Маркусом. И Гэррисон говорит, я бы не хотела. Ну, я думал, что ты кого-то здесь, ну, кто-то будет здесь из воров. Вот. Но поскольку ты здесь, я не хочу очень тебя забирать. Потому, что здесь начнётся... Переполох. Ну, в целом, контроль вся эта история потеряет. Авторитет уйдёт в основной. Как в 90-е. Да, да. Он говорит, нет, я так решил. Они... Она его вяжет с Маркусом. Они выходят. И там случается какая-то херня. И Вай видит там через мутное-мутное окно, что там кто-то... Кровь! И Маркус видит, что убили Гэрриса. И он такой... И выходит силка, и этот пацан, как пришел... Халк. Да, как Халк он такой, пришелит. Ну, с розовыми прожилками. Как Бэйн. Вообще ещё лучше. Да. Да. Нет. Бэйн из Бэтмен? Он становится тупой. Бэйн из Бэтмен? Бэйн из Бэтмен. Их несколько просто. Ну, я имею в виду, ему тоже что-то вводили, и у него вены зелёного цвета у него были, и он такой... Ну, там... Это в мультике. Хорошо. В общем, и силка, и Маркус такой, мы же не об этом договаривались, там, туда-сюда, что ты делаешь? Тот такой, да мне пофиг. И вырубает этот... Халк вырубает Вандера. Это всё видит... Вай? Вай. Такая... Нет. Ну, в таком духе. Уносят, короче, Вандера туда, в то подземелье, где жил этот силка. Вай возвращается домой, все такие, о, что произошло? Давай, мы же идём драться. А она такая... Ну, она рассказывает, что вот Вандера взяли. Паудер такая, давай, всё, пойдём. Я тут сделала бомбочек. Ну, там всяких разных. А до этого говорила, что Паудер, тебе не нужно быть такой, как все? Да, моя сила здесь. Ну, она кулачница. А твоя сила вот в этих штуках. Я танк, а ты интовик. Ну, да, грубо говоря. Она течис? Да, да. В принципе, можно и так сказать. Мерзость. Ну, вот. Твоя сила в этом. Не обращай никого внимания на эту всю критику. Ты сильная по-своему. Вот. И она возвращается, рассказывает всю эту фигню. Паудер говорит, всё, я тут наделал бомбочек. Всё, пойдём. Паудер, ты не пойдёшь. Это очень опасно, потому что... Ну, к такому... Там совсем ребёнок просто. К такому не готова ты ещё. Вот и мы-то, в общем-то, не особо... Не то, чтобы прям совсем-совсем классные. Но ты не готова. Я не могу тебя потерять в этой истории. Потому, что там реально убийцы. Это не от миротворцев убегать. Из тех, кого ты перечислил, есть какой-нибудь агильщик уже? То есть, я понял. Я нашёл танка, нашёл интовика. Какой-нибудь крутой керри, который всех режет. На самом деле, Паудер – это агильщик. А, да? Ну, да. А, ну, ладно. Ну-ка, давай. Ну, в общем, ладно. А интовик – это дед? Который спас инженера с мамой. Это как Keeper of the Light. Да. Ну, да. Где-то так. Но он выглядел как что-то инопланетное в большей степени в Ахмоте. Как Энигма? Больше как Вич-доктор. Пушка. Я не хочу тебя потерять. Ты не пойдёшь. Ты не пойдёшь. Да, это очень опасно. Та такая... Ну, у неё вот этот комплекс копится. Что ей не доверяют. Да, что вот это всё. И хотя она понимает, почему Вай её не взяла. Но всё равно ей там обидно. Она такая... А-а-а. Они, короче, идут. Ломятся в это подземелье. Находят Вондера. Ну, проходит слишком легко. И Вондер говорит вы... Там окно было открыто. Он говорит, ну, вы нормальные вообще. Тут охранённая история. Выходит Силка, хлопает. Ну, наконец-то все в сборе. Выходят чуваки крутые. Этот Вондер прикован там туда-сюда. Майло Дрич, а он по замкам, ну, спец, начинает там его открывать. Этому здоровяку говорят, найди, попробуй найти другой выход. Там стенку им сломают. Ну, вот это вот история. Вот. Вай такая одевает вандеровские вот эти штуки. И так я их отвлеку. А там человек 10 всяких бугарёв. Она выходит на этот мостик. Там мостик между ними. Силка такая, ну, давай те. И она начинает там... Ну, кстати, экшон вообще классно вообще сделан. Очень круто нарисован вообще. Она начинает раскатывать всех чуваков там. В это время здоровяк находит там, отколупывает какой-то кусок стены там. Ну, а здесь. И начинает выламывать кирпичи. Находит выход. Ну, практически. Ну, там старое здание там сидело. Да-да-да. Этот там открывает по одному замку потихонечку. Там психоид Наландер такой, давай соберись, если получится. Открывает, открывает. А в это время дома Паудер сидит, рыдает. И она, когда нашла эти кристальчики, она положила их в свою фигню. Сумочка типа маленькая. Не в Хабар. То есть, Хабар она выкинула, а кристальчики остались. И когда за ними начали гоняться, и когда начали трясти нижний город в поисках их, их нашли, но Паудер показал, что они могут найти эти кристальчики. То есть, они сначала думали, ну, найдут, там, обыщут и обыщут. В общем, они убегали. И Вай все время сказала, что мы оставим эти в секрете, эти кристальчики, потому что не скажем Невандеру никому, чтобы не навести беду. И она находит эти кристальчики, и один из них падает на пол. Она психует, что-то там бросается, один кристальчик выпадает, и она видит вот эти всполохи. И у нее флешбетчат, и она вспоминает, что во время взрыва тоже были эти всполохи. И у нее, ну, тадык, коннект, она такая, ага. Такая бац, и начинает делать какую-то новую игрушку. И бежит к сестре помогать. В это время сестра мочит там чуваков, этот там выломал пару кирпичей, ага, нашел выход, начинает ломать выход. В это время Паудер, а, Вай всех завалила, этот Силка говорит Халку, давайте, ну, вперед. Ютюр. Да. Она закрывает дверь в эту комнату, она начинает дверь выбивать, этот открывает последний практически замок, этот почти выломал дыру. Музыка Ханса Цивера. Вообще там, ну, то есть, такой прям момент. В это время Паудер забирается тоже где-то там по стенке, берет эту, вот эту манки, вот эту, которая бьет в штуки, только там с этими, с шипами, там закидывает в манки два этих... Магические креста. Да, да, один между шипов заводит, и там прям дверь бьет этот Халк, и она где-то сбоку из-за стены там дырку просовывает эту манки. Манки идет, этот Халк смотрит ни хрена себе манки, она такая, пять не получилось, не сработало, там что-то заряд кончился. Вот, и она такая смотрит, заряд кончился, и последний там ключик сделал, тум, в короче, бабах, и тут бабах с нескольких ракурсов, с ее там Паудер улетает там куда-то, бабах со стороны Ваи там в ламовой двери, здоровяка убивает, там просто хрясь, Майла хрясь. Да, ну он там об стену, там у него очки, ну такие очки, знаешь, как авиационные, знаешь, такие, он любил в них ходить. Ну да, там кровь, в Майла тоже что-то улетает труба какая-то, потом это все взрывается, там падает потолок, на Вай, на Вандера, потом с другой стороны мы видим, как Силка, Силка тоже, то есть взрыв этот летит, его прикрывает телка, ее зовут Сейвика, она была раньше за Вандера, но когда Вандер отказался поднять линии на бойню, она переметнулась, в общем, Силка. Правильно. Она откидывает Силка, Силка куда-то, ей отрывает руку, она его прикрывает, отрывает нахрен руку с мясом, вот, потом все, ну, все утихомирилось, Вай придавленная этим, какой-то стеной, Вандер тоже придавленный, и идет вот этот Халк, Вандер, там, ну, кто, ну. Халк умер? Нет, Халк с Халком ничего не стал. Умер здоровяк, который хороший? Здоровяк хороший, пацан, пацан, и Майло пацан тоже умер. А, и Майло умер? Да. Слава богу. Вот, Вандер, видя это все, он отрывает две какие-то штуки, идет бить Халка, нормально ему сначала навешивают, вообще, вообще нормально навешивают, но тут подходит Силка, и сзади его ножом хрясь, Вай это все видит, Вандер, короче, падает, Вандер падает вниз, а внизу была лаба как раз, не лаба, какой-то склад, он падает на мерцание, на капсулу мерцания, видя это, и там то, что Халк идет за Вай, он себе, там, вжирает это мерцание, превращается в огромного Халка. Ультанул. Ультанул, да, там, вскакивает, начинает всех мочить, Силка убегает, он, Вай, там, что-то взрыв, он, Вай, с Вай выпрыгивает, там, через стенку падает, ее на себя, и она умирает, ой, точнее, он умирает. Она, Вандер, Вандер, тут прибегает Паудер, такая, ты видела, ты видела, Вай, ты видела, ты видела? Я сделала что-то хорошее. Я сделала, вообще, я все тут, все порешала, все умерли, все вопросы, и тут она видит, и Вай такая, так это ты? Свинья. Вот, и Паудер, да, плачет, Паудер видит то, что осталось от здравяка ихнего, то, что, ну, то, что оба погибли, и она понимает, что произошло, и Вандер тоже мертвый, лежит, ну, то есть, это, его убили, но это мерцание, она на какое-то время регенерирует что-то там, и, ну, то есть, на какое-то время. И она понимает, Вай на нее, Ва, как ты могла, я же тебе сказала оставаться дома, она говорит, ну, я ведь вот, я все, я, я, я хотела помочь, я хотела помочь, как ты могла, ей вешать пощечину, ну, а в сердцах, ты мое проклятие, там, что-то, куда-то уходит, Паудер кричит, нет, не оставляй меня, пожалуйста, не оставляй, нет, ну, очень, ну. Боже, у тебя такая потрясающая альтерская игра, даже без Аркану. На самом деле, очень трогательная ситуация, пожалуйста, не, она рыдает, а у нее были, когда она еще вот, ее оставили, и она сидела, когда психовала, у нее прям немножко на уровне истерии какие-то истории, знаешь, там такое, что прям она не может справиться с этой историей, и она говорит, Вай, не уходи, не бросай меня, не оставляй, мы же сестры, Вай уходит, плачет, она понимает, что произошло, встает там за стену, и тут выходит силка с ножом, идет Паудер, и братва за ним еще, остальная там. Вот, он подходит к ней, она плачет, поднимает голову, она поднимает голову, силка такой, девочка, что с тобой, она бросается к нему просто, обнимает его, а он хотел ее убить, но что-то перевернулось в нем, и он понял, что, ну, то есть, она меня бросила, она меня оставила, и он такой, мы всем покажем, и там его глаз, ее глаз, ты знаешь, из-под руки, такой красный, мы всем покажем. И в это время, это, Вай видит, что происходит, такая ломанулась, а сзади подбегает Маркус, нет, тебе не нужно, он ее убьет, не ходи туда, и вырубает ее там, ну, как это, я, наверное, называю, хлороформом, да, и вырубает. А, все? Это конец первого акта, братан. Первого его сезона? Это, нет, первого акта. Сериал выходил по три серии в трех актах, всего девять серий, с периодом две недели выходили три акта, это конец первого акта. А, ты вот так хочешь? Ну, это просто, вторые два акта можно не разделять, потому что во втором акте, там, пять лет спустя, где-то там, примерно. Так, я просто не понял, ты сейчас мне будешь рассказывать? Да. Окей. Что, нет, остановимся? Нет, ну да, надо рассказывать, потому что уже начал, разделять нет смысла, у нас так не принято просто, но полтора часа, ребята. Все, да? А сколько уже? 45 минут. Продолжай. Конец первого акта. Капец. Как я не старался. Во втором акте злая, вот эта сумасшедшая синеволосая баба будет биться со своей сестрой за город, за какой-то город. Мне, на самом деле, пока больше всего интересна история изобретателей, а не вот эта вот сестринская. Ну, тут все просто понятно. Тут, ну да, это неожиданно, что она переметнулась к злодею, но доброго взяли в плен, они пошли вызволнять, взрыв, боже мой, а там какая-то магия, и они сейчас что-то откроют. В конце тоже первого акта они там с этим, с Виктором что-то делают, там в городе тоже не взрыв, а в сполохе происходит, все офигевают. Он вспоминает, какие руны использовал тот маг из своего детства, когда он его спас, и у них там, ну, то есть, маг как-то там переместил, то есть, у него планетка появилась, грубо говоря, перед ним, и он там, ну, и они туда перелетели. Круто. И они, это же самое получилось у них сделать. Вместе с Виктором они взлетели, да, там что-то разобрались, они там летят, левитируют, в общем, заходит Химмертингер, говорит, вау, классно, и так далее. Молодцы. Ну, прощены вы будете, дети мои. Вот, и так далее. Второй акт начинается с того, что мы видим город Пилтовер, верхний город, и Джейс сделал телепорт. Очень важно сказать, пять лет спустя. Ну, я предполагаю, там не сказано, сколько лет. Я предполагаю... Но синеволосая наша подруга уже повзрослела. Да. Ну, подросла, так скажем. Она же вообще считается самым любимым многих персонажей. Синеволосая подруга из Влоли. Синеволосая. В общем, город Пилтовер, Джейс сделал телепорт, и теперь город стал самым... Все начали приезжать туда, там такая башня, он... И куда-то там улетает. За бабки. А у них там дирижабли эти летают, ну, стимпанк, ну, все дирижабли. За бабки. То есть, он сделал торговый порт какой-то там, и это был день, когда происходил день прогресса. На дне прогресса Хэммедирни сказал, что впервые ты будешь Джейс говорить речь, потому что ты очень много привнес. Мы теперь процветающий город, все к нам потянулись, торговля, все прям наладилось, крутяк, ништяк, вот это все. Смешно звучит, просто на дне прогресса. На дне прогресса. Это как Череповец. Окей. Зацепил. Ну, я, ладно, я беру свои слова обратно. Это промышленный город, он не на дне. Убавь немножечко. Что-то там пикует немного. Вот. Там какие-то изобретения показывают. Нам показывают еще одного главного героя. Это Кейтлин, которая была дочь вот той семьи, которая Джейса покровительствовала и была подругой Джейса. Она пошла в миротворце. И все за это ее подстегывают, что она там могла бы быть с кем. А тут, ага, непонятно. Нам показывают также, что Силка начал через дирижабль, через этот Гейт. А, и в принципе, вот этот вот с камнями технологию назвали Хекстэк. Хекстэк. И это были Хекстэк-врата. Хекстэк-гейт. Да. Хекстэк-гейт. И мы видим, что Силка тоже проводит, начинает распространение мерцания своего. Мерцание, в принципе, называется, но это позже говорится, что это химтэк. Это у них называется. То есть, химические какие-то технологии. Наркотики. Ну, это вот наркотик, это допинг крутой. Ну, и да, ну, наркотик на самом деле. Нам показывают дирижабли, где вот бочки с этим мерцанием перевозят. И что-то там все на коррупции построено, ну, и так далее. И там, ну, важно тоже вводят еще одну фракцию, это зажигатели, поджигатели, поджигатели. То есть, вот этот вот дирижабль с мерцанием, на него нападают такие чуваки на скейтбордах летающих. Крутые в масках такие парни вообще, ну, нормальные, под крутое музло. Они там, типа, он едет, такой, ну, классно, в общем, там все сделано. Они нападают на дирижабль, потому что они, ну, представляете себе фракцию хорошую, которая против силки. И они срывают поставки мерцания. Там драка, они там кидаются какими-то шариками, которые в кристаллы чуваков вот так заделывают. И там была вот эта сэвика, вот этот помощник основной, силка. Которая переметнулась. Которая переметнулась, да, которая руку оторвала. Я всех помню, представляешь? Вот, и всех рубят, так давайте, в общем, все сжигаем, мерцание сжигаем, проверьте внизу есть что. Спускаются два чувака, там темно, качаются качельки. Они такие, она здесь. Бросают флайер там какой-то там. И видят качелька такая. И там вот это вот. Просто это синеволосая подросшая, это, считай, Харли Квинн. Тоже такая же. Сумасшедшая. Ну, она не то чтобы сумасшедшая, она просто, ну, долбанутая. И вот ей все пофигу. Вот эти цвета кислотные все. То есть, у нее все надписи, видите, вот кислоты там, бум. Она там пролетает, у них вешает гранатки эти ее, которые она в свое время, в детстве делала. Но сейчас она делает их хорошо. Они там взрываются. Она выходит на корабль с миниганом. Ну, наверх, на палуба. Это было в трюме. Начинает валить там народ. Валит из своих. Ну, то есть, она настолько. Вот такая. Вот. Потом она ловит какую-то одну из поджигателей. Из этих там человек семь было. Всех почти вырубила гранатками. Человек семь было. Ловит кого-то из поджигателей. Скидывает ей маску. А там девочка с розовыми волосами. Ее клинит. Ну, why? 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 Вот. И она ее вруб... Ну, короче, стреляет в нее. Убивает. Там самый главный, видимо, поджигатель. Не-е-е-е. Вот. И, короче, ну, сваливает. Ну, в общем, все взрывается в итоге все равно. И там происходит расследование. И водят вот как раз персонажа Кетельна. Она, так как богатая дочурка, ее ей там какие-то важные задания не дают. А охранять дают палатку на дне прогресса, грубо говоря. Ну, неплохо. Да, Кейтлин пытается расследовать эту историю, разбирается, что там произошло. На этом дирижабле начинает собирать всю инфу. Потом случается так, что силка наезжает на сейвику, что вы там просрали кучу товара, сорвали поставку. Все, ты слышишь, Джинкс. А, кстати, да. Паудер – это Джинкс. Ее новое воплощение называется Джинкс. И Джинкс... Ее так называют... Только плохой парень. Да. Ну, нет. Ее все так уже называют. Просто он ее так назвал. Она теперь Джинкс. Такая с неволосой, с длинными косами. Джинкс, да. Она там... Ну, в общем... Я просто понимаю, что это капец. Это фейл. Пути нет назад. Это какой-то фейл. Пути назад нет, поэтому... Короче, он на нее наезжает. Отдохни. Сейвика все разгребет. Опять Сейвика. Она там вообще курица. Она такая взбалмошная. Вот. И она опять считает, что ее недооценивают. Она, в общем, на дне прогресса ночью взрывает что-то там. Какой-то там павильон. Погибает там шесть миротворцев. А нам также показывают Маркуса, который спел «Сосилка». То есть, каждый раз, когда... Ну, Маркусу первый раз дали деньги, когда он, грубо говоря, сдал Ванера. Подставил главного шериха, да. Да. И он встрял в этой истории, в общем, и прикрывает всю лавку «Силка», чтобы те могли торговать по всему миру мерцами. Чувствую, в конце он исправится и пожалеет, станет добрым. Он, в принципе, уже когда Гаррисон умерла, он уже стал добрым. Но просто у него обратного пути не было. В это время Джейс показывает новое изобретение. Он показывает Хембердингеру, говорит, что мы вот этот кристаллик, мы его стабилизировали, сделали шарик. То есть, он теперь не... Не взрывается. Да, не взрывается там. И начали делать всякие изобретения, которые будут помогать. То есть, у них с Виктором, в принципе... То есть, я в какой-то определенный момент времени думал, что... Когда Джейс там станет крутым, он на Виктора забьет. Так часто в фильмах бывают. Что-то такое помощник серенький, хромой там. Ну, на самом деле, нет, все правильно. Они думали действительно о том, чтобы сделать мир лучше. Но какие-то перчатки. Вот тут в камерщик вставляешь здоровые перчатки для горняков, там, шахтеров. Какой-то там щуп для кого-то там еще. У меня возник вопрос. Эти камушки где? Я не знаю, откуда они их берут. А, понятно. Это не показано. Интересно, да. Где это берут? Ну, эти добывают. Ну, окей. Вот. Научились делать в виде шарика их прям. Они такие прям кристальчики, а тут они стали шариком и стабильным. Все развивается. То есть, в этом смысле. И, в общем, когда взрывается павильон, убивают шесть миротворцев, это делает Джинкс. Прикольно. В своей манере. Вот в этой все цветастой, кислотной. И она также ворует этот шарик. Поднимается в эту лабораторию, в их ворует шарик, ворует записи Джейса с Виктором. Да, дневник. Вот. Воруют это все. Начинается паника. Там есть еще политическая просветка. Я даже не буду ее касаться. Там отдельное политиканство. Там вот эта крутая темнокожая девушка красивая. Ну, красотка реально. Она начинает на Джейса действовать там по-своему. То есть, там какие-то... Давай в войну. Не-не-не, наоборот. Она такая, наоборот, не за войну. Она такая за манипуляции политические... Как это называется? Взаимовыгодные. 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 Компромиссы. То есть, вот эти все штуки. Ну, то есть, вот она такая. Ну, она хитрая. Там это отдельная история. В общем, Джинкс ворует камешек этот. Показывает силка. Силка сначала на нее наехала, что говорит, ты что там устроил? Это нам, ну, как бы влетит. Ну, не хотим обострять ситуацию. Торговля. Сейчас начнут закручивать гайки. Все начнет. Она говорит, вот, я эту штучку нашла. И он понимает, что это такое. Сможешь с ней разобраться? Она говорит, да, попробую. Там все дела. В это время Кейтлин, которая пытается разобраться, что происходит. Она понимает, что за всем силка руководит. И одного из пацанов, Джинк, которых подстрелила, одной из пацанов силка, он попал в тюрьму. Она приходит к нему в тюрьму. В тюрьме говорят, что этого пацана хорошенько отцелил. Кто отмудохали? Вы сегодня можете поговорить? А она говорит, кто отмудохал? Говорит, вот такой-то человек. Можете к нему сходить. Она приходит, там сидит Вай. В тюряге. Сидит Вай. Начинает от нее спрашивать. Вай говорит, вы все идиоты. Все работают на силка. Я туда-сюда. Она говорит, мне нужно это доказать. Как это сможем сделать? Только если ты меня выпустишь. Она, короче, выпускает. В это время Джейса делают одним из советников. То есть, он сходит в состав совета. Хотя их всегда там какое-то определенное количество. Но ему сделали отдельное. Отлично. Он начинает разбираться проблемами контрабанд вот этих. Начинает прессовать Маркуса. Та ему темнокожая говорит, что нельзя обострять ситуацию. Ты не можешь сейчас прижимать всех, потому что каждый член совета, у него какой-то свой бизнес есть. Ну, там вот такая история, что он сначала такой из лучших побуждений. Давай, сейчас всех прикроем. Все, чтобы было по справедливости. Но там у всех свои интересы в верхнем городе. Она говорит, что нужно тут прогнуться, здесь договориться. Ну, вот в таком духе, чтобы в голову все было на весь. Он там начинает с ними договариваться. Маркус начинает психовать. Переходит, силка говорит, что, блин, начинается закручивание гаек. И что делать, непонятно. Силка говорит, на, вот гранату дает, одной из гранат Джинкс. И говорит, скажи, что это все поджигатели сделали. Говорит, пускай поджигатели ищут, пускай оставят нас в покое, что это не мы. В это время Вай с Кэтлиной спускаются вниз, в нижний город. Там они, она, Вай узнает, что ее сестра жива, она хочет ее найти. Кэтлин хочет разобраться, что произошло, кто главарь, и чтобы рассказать все Маркусу, и чтобы навести порядок, в том числе найти камешек. Вай, это я прям быстро сейчас попер вообще. Так поэтому и надо как-то альтернативу. То есть, очень быстро и очень сложно воспринимается даже мне. Я думаю, там еще сложнее. То есть, рассказывай, уже поздно. Просто рассказывай. Потому что быстро теряется качество. Обслуживай. Даже я не понимаю. Потому что камушек одна спускается найти сестра. Это я понимаю. А люди, которые будут слушать. Они спустились в нижний город. Они спускаются в нижний город. Кэтлин хочет разобраться, что происходит, найти виноватых. И вообще развязать, как Шерл Холмс, всю эту паутину. Понять, кто за что ответственен. Вай хочет найти сестру. Она находится в Вику. Они с ней месяца мощно. И с Викой расскажет, твоя сестра жива. Она работает на Силка. И она вообще как родная дочь. А у Силка все окружение ненавидело Джинкс. Потому что она неконтролируемая вообще. Ее очень сложно контролировать. И Силка, теоретически, ее не может контролировать. Ивай говорит, я найду свою сестру. Потому что я ее бросила. Я виновата. И заодно, получается, подружились с ней с Кэтлин. Ну, там повесточка. Единственное, в момент из повесточки они потом... Лесбиянки. Лесбиянки. Неплохо. Да. Но это уже было немножко позже. Потому что ее очень сильно ранит Севика эта. А у нее вместо руки стал такой протез. Меч. Нет, рука такая. Рука, которая в капсулы вкалывает мерцание. И начинает... То есть, не вся становится. Только рука. Рука и чуть-чуть. Ну, ей силу придает. Ну, гибрид такой, в общем. Потому что профессор, доктор, который на Силке работает, он все время развивал эту технологию. Развивал мерцание. Профессор Ксавье. Вот. И... Он ранит, в общем, ее очень сильно. Вай. Севика. Кэтлин ее уводит. Севика рассказывает Силке, что Вай вернулась. Тот такой из преисподней. Ну, то есть, они думали, что она умерла. Все думали, что она умерла. И Паудер, серый Джинкс, тоже думал, что она умерла. Они начинают ее искать. Она приводит Кэтлин в их старый дом, где еще с мамой жили. Там Кэтлин понимает, что Паудер... По рисункам, что Паудер и Джинкс – это один и тот же персонаж. Их находит Силка. Они оттуда убегают. Причем убегают. Ну, прикольно убегают. Ну, это раненая. Там Кэтлин ее, в общем, подлечила немножко. Хватит. Вот. Они убегают и поднимаются. А, ни хрена подобного. Понял ты. Они, в общем, убегают. Силка их не успевает догонять. В это время Джинкс узнает, а Севики она и ловит, там крутит. Люлей накидала, короче. А к ком? Севика. А, Севика. Севика приходит к Силке, а там сидит Джинкс такая. Что за дела? За кем гоняемся? Почему я не в курсе? Да, это она в бар заходила, бармена раскрутила, а то он ей подсказал, что какую-то девочку ищет. Она, короче, ее крутит там, накидывает ей лещей и говорит, Севика, что происходит? Я сейчас тебя зарежу, если ты не убьешь. Она говорит, да я не буду даже скрывать. Вернулась твоя сестра. И это хорошо, потому что ты сейчас летишь нахрен с катушек и Силка поймет, что ты только одна большая проблема. Поэтому мне это даже на руку. Вот. Палтер такой, что-то там, ладно. И так далее. Дальше. 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 Паудер в это время Джинкс, точнее. Она уже разбирается с этой историей, там, с дневником, с технологией. У себя там в своем лобе. Прикольно, кстати. На каком-то огромном вентиляторе там лого. Разбирается эта история. Взрывается это. Ну, там что-то не получилось. Оно взорвалось. С эти опять сполохи. Она, ну, то есть, у нее эти флэшбеки. У нее там в логове сидит чучело Майло. Вот прям практически копия. На игрушке какие-то очки этого второго пацана. И у нее триполярочка, да. То есть, периодически там. Со всеми разговаривает. Она с ними разговаривает. Из-за чувства вины, которая. Все логично. Вот. И она все это опять чувствует, понимает. Говорит Силка, что, блин, я не могу. Это для меня. Да, лучше доктору, пускай доктор поделает. Тот говорит, что нет. Только ты с этим справишься. Только тебе я могу доверять. Вот. В это время. В это время. В это время. В это время. Они убегают от Силка. А в свое время Вай, когда Пауз еще в первом акте, когда она уходила за Вандером, она дала шашка дымовая. И Паузер сказала. Паузер, там ты, моя сестра, тебя люблю. Где бы ты ни была, зажигаешь это, я тебя найду. И Паузер, тире Джинкс. Давай Джинкс уже будем говорить просто. Боже, как тебе угодно вообще. Можешь говорить синеволоса. Я понимаю. Джинкс, узнав, что сестра, у нее начинают воспоминания. Она не понимает, что делать. Ей хоть сестру увидеть, потому что они сестры, она ее любит. Хотя она на нее зла. Ну, то есть, вот это вот весы, которые в нее внутри качаются. Чему она на нее зла? Потому что та ее бросила. Вот. И она не понимает, что делать. Она, в принципе, разобралась с камешком. И в одном моменте Виктор говорит, когда он находит вот эту... Ну, когда приносит Маркусу эту бомбу, Джинкс, показывает Виктору. Виктор говорит, что очень примитивная, но очень умная конструкция. И предполагает, что шарик хэкстэка у них. Ну, хэкстэк гем называют. Вот этот гем у них. И он говорит, что со временем этот человек, который сделал вот это, он разберется. Он разберется, что к чему, и может использовать сам. Как и мы, разобрались в свое время. Вот. И Джинкс выходит куда-то наверх, ну, в нижнем городе, на какую-то высотку там, врубает эту шашку, убегая. Вай видит... Вай видит эту шашку, этот дым там такой, синий-синий-синий голубиный. Голубоватый синий дым такой. Как ее волосы. Да, да. Она ее держит. В общем, заканчивается шашка. Вай его видел. И дальше скейтинг побежали. Шашка заканчивается. Джинкс ее выкидывает. Такая... И у нее там опять начинается вот это вот метание. И тут эти два чувака... Ангела. Да, да. Начинают ее там туда-сюда. И она снова смотрит на этот камешек. И вдруг слышит Джинкс. Паутер. Поворачивается там. Вай. И такая... Ну, там дощупательная история. Они обнимаются. Паутерсен человек такая... Потом... Ну, сначала напряженная. Потом расплакалась. Сестра, мы с тобой сестры. Навсегда. Я тебя больше никогда не брошу. Мы будем всегда вместе. Я... Она говорит... А Джинкс такая, что я изменилась. Очень сильно изменилась. Просто знаю. Она понимает это сама. Что я уже не та девчушка, которая была. Но мы ведь сестры. Да, да, да. А до этого Джинкс говорили, что Вай с какой-то телочкой. С верхнего города. Вот. И та такая... Ну... А, это еще Севика говорила, что специально. Но твоей сестре на тебя наплевать. У нее и новая подружка типа есть. Та такая... Ну, ее прям коровит от этого сильно, что ее кем-то заменили. Тут появляется Кэтлин. Догоняя Вай. И кричит. Так это Джинкс. Это твоя сестра. Каза Джинкс. И ты... Она же убила там людей. Украла. Вай такая. Подождите. Все разберемся. Все нормально. Джинкс по-своему. Ты меня сдала. Это засада. Меня Гансу достает. Ты чего там туда-сюда. Ты опять меня там бросишь. В таком духе. И тут появляются поджигатели. Толпа поджигателей. Это вот эти ребята на скейтбордах. Я понял. В Нижнем городе? Да. Они из Нижнего города. Просто там они нападали на этот... В Верхнем городе нападали. Они через канализацию как-то, знаешь, через трубы какие-то вылетают. Господи. Посмотришь. Уже, считай, посмотрел. Вот. И они нападают. Спина к спине. Сестры встают. Та из минигана. Эту кулачка. Начинают раздавать там. Все. В это время, когда они обнимались, этот камешек упал. То есть, это как добро и зло, знаешь. То есть, вай добро. Камень зло. И она выбрала там что? Сестра. Сидела. Камешек упал. Кейтлин схватила. В это время там один из поджигателей вырубает эту Кейтлин. Забирает камешек. Потом что-то там... Ну, это Месила тоже классное музо происходит. И вырубают вай, в общем, по башке. Причем ее хотели убить. Но главный поджигатель говорит, нет. Сбираем ее с собой. И через шашки там дымовые они уходят. И Джинс такая. А! Опять ее... Опять сестра пропала. Я вас всех убью. За сестру. Там вот это все начинается. Вот. Потом мы видим, как Кейтлин с Вай очнулись. С них снимают маски. Точнее, с Вай снимают маску. Приводят в какую-то отдельную комнату. Начинают разговаривать. Вай, вы кто такие? Где тебе нафиг? Туда-сюда. Ну, короче, под маской был Эко. Подросший Эко, коротышка. Я помню. Вот. А он предводитель этих. Он тоже персонаж из Лол. Он там со временем что-то делает. Возвращает время. Вивер. Ну, да. Возможно, да. Вот. И он показывает, что у них есть отдельное убежище. Поджигатель. Какое-то дерево красивое растет посреди нижнего города. Спрятанная какая-то история. То есть, отдельная какая-то коммуна. Вот. И они борются за чистоту нижнего города. Против силки. Туда-сюда рассуждают. А потом он спрашивает, вы знаете, что это такое. Показывает этот шарик. Она говорит, я вообще не представляю, что это такое. Рассказывает Кейтлин. Туда-сюда. В общем, они договариваются, что они поднимутся в верхний город и выступят перед советом. Вернув этот камень в качестве... Контрибуции. Ну, да. Вернуть, чтобы была возможность поговорить. Что все это понятно. Что это силка. Ну, в общем, в таком духе. Они идут там через мост. А их поджидала Джинкс. А в это время, короче, была история... А, до этого еще, когда вот это все... Джейс стал бороться с контрабандой. Это со всей истории. Из-за этих... Джейс это... Я понял, новый член совета. Да, он член совета. Когда вот эта вся суматоха пошла, там все обострилось до той степени, что они перекрыли мосты. Там в нижнем городе идут мосты. Кордоны. Да, кордоны стоят. Вот. И... Кейтлин, в общем, выводит Эка. Джинкс сидит наверху какой-то верхушки и смотрит за ним. Где-то там от того, что... И Вай говорит, я, пожалуй, вернусь к сестре. Сейчас мне нужно все равно ее найти, с ней. А Эка ее убеждал, что пауды уже нет. Когда они уже разговаривались нормально, поздоровались нормально уже. Пауды уже нет, есть только Джинкс, ее не исправить. А Вай говорит, нет, я найду в сестре, я вытащу из нее пауды, все будет окей. И на мосту говорит, что я пойду, пожалуй, обратно в Нижний город, я буду искать сестру. Они прощаются. В этот момент Джинкс видит, что камень у Эка. Кейтлин через кордон показывает свой значок на мед. Показывает свой значок. Говорит, пропустите, мы к совету. В это время налетают какие-то там бабочки. И они взрываются, но так и сделают Джинкс. Всех там валит. Ранит Кейтлин. Видя это, такая бежит к ней. Эка говорит, что все, давайте быстрее пойдем. Появляется Джинкс, идет по мосту с мини-ганчиком. Эка говорит, все, давайте назад. Типа бегите, я ее задержу. Ну и там прикольно. Там из детства они в детстве очень много... Джинкс стреляла хорошо, ну Паудер она считает, стреляла хорошо, там всякие штуки делала классно. Но бывание очень сильное. Они очень часто с Экой играли. И вот там под крутой рэпчик, такое классное музо, в общем, у них заруба. Ну, в общем, этот ее валит. По щам ей. И последний раз, когда там бить, ну, не смог, в общем, он ее... До конца вырубить. Да, да, до конца вырубить. Она, видимо, смотрит на него, понимает все это. Вываливает просто на пол гранату одну из своих гранатов, и все взрывается. Вот. В это время Вай с Кейтлин убегают, прибегают домой к Кейтлин. Ну, добираются в верхний город, в дом Кейтлин. Он там красивый, там богатая же, туда-сюда. Рассказывают все родителям, убеждая, что нужно выступить на совете. Вот. Обнаруживают, что камень украден. Опять. Ну, там пока была заруба жинкс, короче, она его вытащила, а футляр оставила. Вот. Выступают они, в общем, перед советом и перед Джейсом. Джейс там мечется между тем, чтобы начать экспансию прямую какую-то там разборки, или начать как-то договориться. То есть, там его, он с этой темнокожей красоткой, в общем, там шуры-муры туда, и она тоже уже успокоилась с амбициями, она пытается его помочь, ему как-то разобраться в ситуации сложной политической. Вот. Также из-за того, что кордоны встали, Силка, местные боссы Нижнего города начали предъявлять претензии, ну, пытаться его скинуть с трона. Он там всем объясняет, что... А там действительно Нижний город очень сильно изменился за правление Силка. Ну, понятно, что там очень много было наркоты, там преступлений, но в целом воздух там стал чистый. Ну, то есть, вот это все. Он объясняет им, показывает, что там, когда они его попытались ему предъявить, собрались в помещение, он выключил вентилятор, газовый баллон кинул, не газовый, а тот с воздухом, который был раньше. Вы забыли, как было раньше? А тебе такие... А-а-а-а, да, знаешь, там дохнут, он нам раздается им респиратор и говорит, вот вспомните, что я сделал для вас, для всех, а вы зажрались и все хренели. Как только какие-то проблемы начались, вы мне тут все предъявлять начинаете там и так далее, что ты заслаб и в таком духе. Вот, он также находит Джинкс, полумертвую. Этот Эко успел в последний момент ускакать куда-то. Потому что у него что? Таймлапс? Ну, кстати, может быть, да, из-за этого. Но там это прямо не показывается. Потом он поднимает Джинкс, несет ее к доктору, спаси, все что угодно, спаси. Он говорит, это будет непросто. Короче, в доктор ее спасает. Просто я там детали не буду рассказывать. Дальше Джейс начинает, у него начинаются проблемы с тем, чтобы что делать. Приходит Вайс, Кейтлин в совет и рассказывает, что так и так, это все силка, контрабанда, он всем правит, он там голова, голова, головы, голова всего. Джейс говорит, надо что-то решать, потому что давайте попробуем с ними договориться, какое-то дипломатическое решение найти. Вай говорит, да вы с ними ни хрена не договоритесь, никогда, потому что он подонок. Вы разве не понимаете, что с ним договориться невозможно? Ну, я чуть-чуть, конечно, подопустил. Что они с ним? Он голова Нижнего города. С ним о чем надо договориться? Силка. Ну, потому что происходит преступление. Все из-за выходки Джинкс, когда она первый раз. То есть, если где-то что-то происходит, какая-то контрабанда... То есть, нужно сказать, силка, типа, мол, убей ее или усмири, вот это имеется в виду? Ну, поскольку они не знали, кто это сделал, зная только Кейтлин, что этот Джинкс сделал. Никто больше не знал, что это сделал. Знают, что украли технологию, что убили людей, и это нонсенс. То есть, это выходящее за рамки. Обычно никто никого не убивал. Какие-то кражи мелкие, преступления, да. Ну, Нижнего с Верхним. А вот в этой истории погибли люди, и совет разрывался между тем, чтобы начать туда миротворцев отсылать и как-то решить это все мирным путем. Надевает. Ну да, могу себе позволить. Это конец второго акта? Да не буду я разделять на второй-третий акт. Нет, я имею в виду примерно по времени, я так хочу просто понять. Это даже к концу. Окей. Что делать? Надо что-то делать. В общем, Вай объясняет, что так и так. Вы ничего не сможете с ним договориться. Они говорят, вас вообще не спрашивают, идите отсюда. В общем, они с Кейтлин обращаются, а в это время Джейс что-то постоянно делал в кузне, а он все время в раздумьях. Он негласно стал главным в Совете, так потихонечку. Вот, он в раздумьях. И к нему приходит Вай и говорит, я знаю, что ты, я вижу, что ты хочешь активных действий. Давай, есть вариант. Сила, силка, сила и силка держатся на мерцании, на продаже мерцания, ну как на наркоте. Осуждаем. И давай мы будем бить точно по его заводам, и он потеряет силу, и тогда его сами внутри скрутят. Джейс говорит, окей, выколол классный молот, они наваливаются на какой-то завод, а там работают дети в основном на заводе, и там у них есть специальная там система охраны, такие скафандры, в которых, где сидят дети, в которых закидывается пар вот этого мерцания, они становятся такими... Становятся лучшими, более лучшими работниками. Они становятся охранниками, ну, топ охрана крутая такая, как прям, как в «Мандалорце», когда эти чёрных, помнишь, он там строил этих чёрных чуваков? Этот плохой дядька с чёрным мечом строил специально этих чёрных дроидов, которых типа... А, супердроиды. Да, супердроиды. Ну, вот когда он их там запустил, чтобы убить там кого-то, вот такая же фигня, там пацан один на кнопку нажал, и такие же чуваки бегают. Они всех валят, Джейс в итоге валит мальчика, он раздраивает, я убиваю детей, мои руки в крови, Вай говорит, ну и что, мы только начали вообще трясти, яблоньку-то вот надо, ну, продолжить. Он говорит, нет, это вообще хреновый вариант, я не хочу так, будем искать другое решение этого вопроса. Вай такая, ну, ладно, а он ей дал эти рукавицы, которые для горняков, они каноничные. Из игры она в таких рукавицах бьёт других персонажей. Ну, когда что-то кастует, или всегда? Нет, всегда, но я постоянно эту историю. Вот. Потом, значит, что Джейс пишет... Там ещё есть линия с Маркусом, Маркус начинает сопротивляться воле, а у Маркуса маленькая девочка, ребёнок. Ну, то есть, ему есть, что терять. А Силка постоянно... Ну, Силке нужно, чтобы Маркус прикрывал их всю деятельность просто, и всё. Больше ничего от него, в принципе, не требовало, там, каких-то убийств, там, ещё чего-то страшного. Вот. А Маркус, когда Силка попросил... Маркус-то понимает, что это Джинкс всё сделала? А Силка попросил Маркуса, отдал гранату эту, которую потом передал Джейсону, которую потом увидел Виктор, там, ну, всё это, что я говорил. Попросил свалить всё на поджигатели. Но у Маркса начало вот это вот всё, когда он хоронил... Нет. Да, когда он хоронил вот этих шестерых миротворцев, они шли с дочкой по кладбищу и встали перед там склеп, маленький, да, там, здание, и с бюстом Гэрисон, этой тётки, которая была шерифом, она говорит, ну, и дочка его спрашивает, кто это, она говорит, это героиня. Ну, потому что он понимает, что делала Гэрисон, и что он не может теперь делать, потому что у него просто нет возможности никакой. Но он начинает сопротивляться, в итоге он на том мосту, когда взрывается много бабочек, вот когда Джинкс взрывает, погибает Маркус. Вот. И вся вот эта, вся бешеная эскалация, и, в общем, Джейс отсылает Силка, поскольку он уже понимает, что Силка всем этим, он отсылает ему сообщение, письмо, вот, и тогда ещё, да, как раз после того, как Джинкс вылечили, отсылает ему письмо и говорит, что давай-ка мы встретимся, с тобой всё обсудим, вот. И они встречаются в каком-то верхнем городе, в каком-то нейтральной какой-то истории, разговаривают нормально, и Джейс объясняет, совет намерен... Тебя приструнить, пёс. Намерен воевать с тобой. Я, напав на твой завод, ну, они знают, что там всё произошло, я понял, что я не хочу этого. Я понимаю, чем это закончится, что очень много людей погибнет просто так, и, скорее всего, нихрена не изменит. Поэтому давай найдём компромисс. Давай найдём компромисс. А Силка всегда, всё время, на протяжении всей этой истории, он хотел сделать независимым залом суверенитет полный, торговые привилегии, как отдельный город, который к ним прилетает, дирижабли с других, вот такое он всё хотел. И это была мечта Иван Дера в своё время. На самом деле, там есть оригин Силка, они были как братья с Вандером, но Силка в своё время... Встал на коричневую дорогу. Да, и Вандер его там утопить пытался и так далее. И когда Вандер умирал, он говорит, я жалею об этом, конечно, что я сделал, но с тобой... По-другому пёс. Да, по-другому было. С тобой никак. Вот. И он отдаёт... Силка отдаёт условия Джейсу. Надо уже конец практически, расслабься. Нет, я расслаблю. Силка отдаёт условия Джейсу, и Джейс читает, торговые привилегии туда-сюда. Да, ты охренел, это слишком много. Он говорит, ну вот такие мои условия. Он говорит, ну да, тогда следующие условия. Я всё это приму, если мне дашь Джейс. Потому что он знает, что сестре нужна... Нет. А зачем ему Джейс? Он просто понимает, что ему нужен тот человек, который устраивает всё бесконтрольно, что Силка не может контролировать. И что в итоге запустила всю эту историю с кордонами, вот с этой всей фигней. Ты отдашь Джейсу. И тот такой офигевший. Ну, потому что дочь его. То есть, он её любит. Дальше сцена, где Силка сидит на краю фонтана, а бюст фонтана – это вандер. Ну, он уважаемый был человек всё-таки всё равно. Он построил линии. Он разговаривает с ним. Вот, брат, такая история, представляешь? Вот так вот происходит всё. Да, всё очень непросто. И там фразы что-то типа... Только самые близкие и дочь может сделать нам больнее всего. Ну, что в таком духе. А за бюстом стоит Джейс и слушает. Это всё. Она всё время очень... Нет, она такая. Вообще без эмоций. Она всё время очень тихо кота ходит, появляется, как призрак везде. Со всеми послушает. Вот. И дальше происходит следующая история. Мы видим Кейтлин в душике. Она выходит из душика. Сцены лесбийского соцена? Нет, нет, нет. Вай там не было уже. Там была. Там не было сцены. Там было начало. Но не раскрывалось. Выходит из душа. Отпотевает зеркало. И там картинка Джинкс. Ну, всякие картинки интересуют. Характерные картинки, в общем. И за Джинкс её вырубает. Чпунь. Всё. Потом мы видим Вай. Которая приходит в последнюю каплю и дерётся с Сэйвикой. У них постоянное противостояние. Сэйвика это... Сэйвика. Всё. Одна рука и баба. Правая рука силка. Единственная. Да. И они там два раза уже месились. Первый раз её Кейтлин спасла, когда Та его проколола этой рукой. В этот раз она с этими перчатками, которые Джесси оставил. Он хотел забрать. Она такая, ну так отбери тогда. Ну, когда они завод этот мочили. И там тоже, кстати, миротворцев много погибло. Ну, в общем, капец. И, короче, она рубится с Сэйвикой. Блин, зарубы у них вообще классные, что первая, что вторая. Вообще нарисована просто пушка. Они рубятся. В итоге Вай отрывает эту руку. Там вырубает Сэйвику. И сзади подходит Джинкс такая. Молодец, сеструха. Но она ненавидела Сэйвику. И тоже её вырубает. Потом. Но, наверное, всё остальное не очень важно. Хеймердингера в процессе, когда... В общем, Виктор... Просто там есть история отдельно с Виктором. И Ориджин его есть. Интересно, кстати. Виктор, он болел чем-то очень сильно. И он пытался в хэкстеке. Он вместе с Джейсом работал. Найти лекарства. Да, найти лекарства. Они вместе работали, очень уважительно другого относились. Хотя Джейс стал советником. Мне всегда... Ну, обычно, знаешь, в фильмах такое, что он становится... Крутым. И антагонист ещё раз появляется. Который мстит за то, что тот его забил, забыл и так далее. Но там нет. Вот эти отношения были. Там брат, брат. Как братья они были. Во всех фильмах такой троп есть. Обычно. Обычно. Здесь нет. Ну, я просто его ожидал в своё время, когда смотрел. И удивился, что его не было. Стандартная история. И была отдельная ветка Виктора, где он пытался как-то себя вылечить. А он в детстве общался с тем доктором, который делал мерцание в итоге для силка. И доктор ему тогда ещё показал, что он делал каких-то мутантов специально выращивал для чего-то там. Просто он занимался химическими всякими экспериментами. Его тема была. И Виктору хочется вылечиться. И он там пару раз у него не получались что-то с экспериментом. Он понял, что не только рунами, но ещё и можно вкидывать материю какую-то. Там кровь свою, и она действует. В общем, он пытался всё это вылечиться. И к чему я это начал говорить, я не помню. Просто есть ещё одна линия, которую ты не затронул и хотел её быстро рассказать. Нет, я начал её рассказывать только потому, что она должна была быть завязана на... Концовке. Да. Короче, ладно, неважно. Почему я хотел сказать? Здесь могла быть ваша реклама, потому что здесь небольшое время как раз, пока Антон вспоминает великолепные детали. Ладно, неважно. Короче, дальше следующая история. А, то, что Хеймердингера выгнали из совета, когда Виктор начал делать опыты с материей, ну, то есть, с кровью, с всяким, ну, плочит, там вырастают какие-то деревья и умирали тут же. Они пытались понять, да, из чего это происходит. И Хеймердингер это увидел и сказал это... И он увидел прям... Вот этим тогда закончилось всё, когда научились совмещать вот эту... Магию. Магию. Магию, да, грубо говоря. И там началось разрушение. И он выступил в совете, чтобы закрыть эту историю. И, в общем, Джейс, да, Джейс поднял вопрос о том, чтобы выпереть. Короче, Хеймердингера выперли. И он там гулял по Нижнему городу и встретился, познакомился с ЭКО, как раз, когда на мосту был взрыв. ЭКО... И он встретился с ним. Вивер. Вивер, да. А почему я это хотел сказать? В общем, Джейс приходит в совет и говорит, что я поговорил с Силкой, нам нужно решить вопрос этот мирно. Там ещё появляется мама темнокожей красотки. Её в своё время изгнали из семьи. За то, что она... Она за то, что она не воинственная. У неё вся воинственная семья. Она там огнём и мечом. Вообще. А темнокожая красотка, она, наоборот, всегда за дипломатию была. Такой все аккуратная. Вот. И мамаша, приехавшая, начала давить на Джейса и на совет, что вы не умеете решать силовые вопросы. Я умею. Я такая здоровая, знаешь, такая тётка. Как в Том и Джейре. Нет. Другая. Она больше на Гэррисона похожа. Сначала их спутал такой, ну что, живая, что ли? Ну, так вот подумал. Гэррисон Шериф. Нет. Я говорю, как в Том и Джейре. А не Гэррисон. В Том и Джейре хозяйка Тома была большая, темнокожая женщина. Большая, огромная. Там больше мускулистая такая. Окей. Там не показывают верх. На тестостерончике, да. Там не показывают верх. Вот. Джейс говорит, что надо... Я поговорил, силка вот такая. Они хотят суверенитета. Мы должны им это позволить сделать. Я вношу такую инициативу. Давайте решать. Потому, что мы не сможем победить. Война... Мы сможем победить, но будет... Мы не сможем просто никак подчинить Нижний Город. Война никогда не меняется. Мы не сможем подчинить Нижний Город, чтобы мы не сделали. То есть, это всегда будет. Мы не можем их контролировать. Зачем? Не угадывали. Тратить. Где туда? Да. Я скажу, когда угадать. Вот. В это время... В это время... Вай вырубили же. Ее врубает Джейкс. Говорит, привет, сеструха. Мы с тобой еще сестры. Да. Вот твоя лесбийская подружка. Такая вот история. Давай-ка мы с тобой... Мы все сейчас пообщаемся. Она подкатывает только к столу. Зажигает. Там стоит стол. Сидит Вай. На другой стороне сидит силка связанный. Сидит силка связанный тоже с кляпом во рту. Короче, сумасшедшая баба всех связала, привезла в одну комнату и сейчас будет решать. Она не то чтобы сумасшедшая, кстати. Там же сидит... Там стул с подписью Паудер. Стул с подписью Джинкс. Да, она не сумасшедшая. Сидит. Это не выглядит как сумасшедшая. Это выглядит как... Она села просто разобраться реально в вопросе. Ну, не с точки зрения, я с куклами сижу и там, ну, что-то там у меня крышу сносится. Нет, она как-то... Это было очень рационально. То есть, не... Это просто весь маскарад был такой выглядящий, как сумасшедший. На самом деле, с точки зрения того, что она говорила, как она рассуждала, все было окей. То есть, она не сумасшедшая. Она, в принципе, не сумасшедшая. Она просто немного психованная. И не может сдерживать эмоции. Я хотел бы поспорить, но... Не в привычном смысле сумасшедшая. То есть, не без потери совершенно. Рассудка. Рассудка, да. Там сидят Майло, ну, вот эта кукла. То есть, и пригоняет Кейтлин тоже туда-сюда. И на десерт приносит там такой кексик. И наверху лежит шарик. Да. Это десерт. И она начинает разговаривать. Ну, в принципе, там такое интересное. Это самая важная расцена вообще всей этой истории. Тогда не упускай подробностей, раз уж она такая важная. Нужно ее нормально расценить. Они просто разговаривают, что... То есть, она говорит, мы можем быть с сестрами в Суае? Разговаривает, мы можем быть с сестрами? Говорит, да, да, конечно, все. Я тебя никогда больше не оставлю. Не, ну, она реально как бы хочет, чтобы так было. Но Джинкс говорит, ну, я изменилась. Примешь ли ты меня? Да, то есть, непонятно. Я не думаю, что ты сможешь меня любить, как раньше. И вот Кейтлин вот сейчас вот, да, вот. То есть, я ее не хотел убивать там и так далее. Я же не сумасшедшая. Просто я вижу, что и ты изменилась. И я не знаю, что делать. Смотри, вариант какой. Первый, есть стул с паудер. И есть стул джинсов. Какой стул мне сесть? То есть, если ты садишь, если я сажусь в стул с паудер, то ты прощаешься с Кейтлин и вообще остаешься только со мной. То есть, как сестры тогда были. То есть, без того, что стало изменением для тебя, изменением для меня. Я откачусь до той версии. Постараюсь откачаться до версии паудер, но тебе придется откачаться до версии Y, которая была. Или я джинс. Там много вопросов. Я вот не буду передавать. Много вопросов затрагиваются. Там и Силка говорит, что не слушай ее, она опять тебя кинет. Он ее развязывает. Не слушай ее, она тебя кинет. И вообще всем на тебя наплевать. Только ты мне важна. Ты идеальна. Но он там многое об этом говорит, что ты не должна думать о том, что ты какая-то не такая. Ты такая, какая есть. Как ей сестра так в детстве говорила. Да. Но тогда-то сестра была другая. Но паудер тогда тоже была другая. Она не была джинс. Часто джинс там. Когда они дрались с поджигателями на то, и когда вместе там дрались. Джинс там. И чуть, ну, вай там. То есть, ну, ты вот такое вот все. И, в общем, вот это все происходит. Ивай говорит, что я там, ну, то есть, ты не виновата в смертях, ребят, в том смысле, в котором ты считаешь. Ну, то есть, ты же это сделал не специально, ты не намеренно так получилось. Вот это все идет раскачка. То есть, они начинают джинсы качать из стороны в сторону. И та то там, то так, то эдак там, в общем. В итоге, в итоге получается что? В итоге получается что? Что силка вырывается, когда та в раздрае. Силка. Ну, там в процессе просто Кейтлин тоже вырывается. Хватает миниган и направляет на джинс. Вай орет, нет, это моя сестра. Этот силка тоже орет. Там, чем мы там всем наплевать. Короче, да, убей ее. И Кейтлин не стала стрелять. А Джинкс хотела... А, нет. Кейтлин не стала стрелять, Джинкс хотела в нее выстрелить. Потом, в общем, она ее вырубила. Кейтлин там как-то отобрала. С крутым разворотом ноги, в общем, отобрала. Вот. И хотела ее убить, но вай сказала, нет, пожалуйста, она мне важна. Силка такой, да нет, стреляй. Та такая, нет, мне важна. Та, пистолет лежит на столе. Силка вырывается в итоге. Когда вай перетягивает немного Джинкс на свою сторону уже. И хочет в нее выстрелить, в это время Джинкс такая вырубается. И безусловный рефлекс на защиту сестры. Она, короче, убивает из минигана, расстреливает Силка. Подбегает к нему, блин, нет, прости меня. Вот это вот все. Да, да. И он говорит, ничего страшного, мы же всем им покажем. Ты идеальна. Вай такая, нет, что ты делаешь. Ну, типа, все будет хорошо. Хорошо, что ты его убила. Все будет хорошо. И она подходит, садится в кресло Джинкс свое. То есть, она выбрала себе участь. И говорит, я изменилась, и ты изменилась. Так, давай тогда за нас изменившихся. Она берет камешек с кексика и выходит. Закидывает его в какую-то хрень. Выходит в какую-то наверх. В какую-то платформу. У нее в руках такая базука в виде акулы. Это ульта, кстати, в луалене. И она там сквозь слезы выстреливает. И в это время, и эта ракета под красивую душеразвящую музыку. Эта ракета летит в зал совета. А в это время в зале совета заседание, где темнокожая красотка поддерживает, несмотря на мать, которая ее обрабатывала в это время, несмотря на всех, поддерживает Джойс с перемирием, с инициативой перемирия. И начинают все поддерживать. И все такие радостные, что все, сейчас все будет окей. И последний кадр. Стекло. И за стеклом как раз сидит красотка темнокожая спиной. Она глядывается. Ну, как почувствовав что-то. И вот ракета с улыбкой и акулкой влетает в это стекло. И оно бьется. И все. Это конец. Спасибо, что дало угадать концовку. Бля, точно. Сори. Сори я. Но ты ускорил. Поэтому нормально. Блин. В общем, резюмирую. Не вдаваясь в какую-то там рефлексию на эту тему. Но, наверное, это прикольно. Самое прикольное то, что это нативная реклама Лола. То есть, это очень круто для людей, по факту, которые играют в это. И для людей, чтобы заманить их, переманить их. Да, многие очень. С нормального стула доты на стул с точенными пиками Лола. Наверное, это здорово. И я бы даже, наверное... А ты не играл в Лола? Я знаю, как он выглядит. Я смотрел просто его. Я бы... Он более мультяшный? Типа он как Хон? Да. Все, я понял. Ну, можно даже попробовать поиграть. Там немножко другие принципы, там по-другому. Там играют через джанглера постоянно. То есть, через лесника. Да-да-да, потому что там можно в невидимость уходить в кустах. Да, вот там много нюансов. Там Керри это АДК называют они. То есть, там своя терминология, свой... Ну, по факту одно и то же. Просто по-другому называется. У СМА это очень много общего слова. Но именно с точки зрения механик. В принципе, суть-то одна и та же, но механики просто именно игры немного разные. Вот если там стоят, там в Доте, допустим, стоят, ну, там Бот-2, Мид, то обычно стоит танк с АДК на одном лайне. Обычно на верхнем всегда. Нижний лайн соло для второго АДК или терпилы какого-то, как хардлайнера. Джанглер там очень большую роль. Ну, то есть, там немножко все... Ну, просто надо привыкать к терминологии. Ну, по сути, то же самое. Ну, по сути, то есть, там...